День поля это традиционный праздник урожая у агрария. Сегодня мы находимся в Расказовском районе. И самое интересное, что здесь собрались не только аграрии из Расказовского района и Тамбовской области. Здесь собрались сельхозпредприятия со всей России. Давайте посмотрим, что интересного нам приготовили сегодня. Пойдемте. Сегодня проводится на территории Расказовского района День поля. Это не просто праздник. Это семена, посвященные российской селекции семян. Вот, сложный для агрария. Урожай несколько меньше, чем в прошлом году. Но, как получается, цена выше. Надеемся на хорошее урожай под солнцем. Ну и, соответственно, цена выше. Подножайтесь в тренинг. Это надо. Здравствуйте. Скажите, откуда вы, что продаете и чем, собственно, ваша продукция отличается от той, что продает на магазине? Здравствуйте. Меня зовут Роман. Мы представляем Расказовский район, непосредственно деревня День поля. Расказовское село. Вот. Продукция выращена вот у нас в районе. Это кусты и закрытые крупные томаты. Ну и собственное производство. Это полосольные соленые агуртики. Вот чем они отличаются от продуктов на Приваске? Ну, естественно, это экологически чистая продукция, выращенная на нашей хорошее земле. Продукция исключительно вкусная, полезная. Да. Вот у вас есть. Огурцы. Знаете, малосольные. Давайте я промерите, вот вилочки, бечев, соленые. Да? Да? Кому урогу можно? Все. Все. Сейчас тоже угощайтесь. Малосольные, лёгкие, правоскетаны. Давайте я попробую огурец. Нам кажется, они очень изумительные. Очень вкусные огурцы, на самом деле. Куда мы едем все за огурцами? В Нижней Спаске. В Нижней Спаске едем за огурцами. В Нижней Спаске едем за огурцами. Да, в районе закупаем. В Нижней Спаске масло лениное. Вот собираются в Нижней Спаске. В общем, друзья мои, скоро наше масло лениное, Рассказовское, отправится в Германию. Что главное для сельхозпредприятий и фермеров? Конечно же, высокий урожай и минимальная цена за семена. Сегодня эта возможность у них будет, потому что сегодня они могут обсудить с самыми известными учеными о том, как, собственно, и сделать эти семена, которые смогут выдерживать не только перепады температуры, но и при этом давать хороший, богатый урожай. Ну, пойдемте, собственно, посмотрим, что у них интересного. Может быть, сами узнаем, как выращивать суперогромную кукурузу и суперплодоносную картошку. Пошлите. 97. На данном участке у нас подсолнечко где-то около 65, и кукурузу там под 70. Но еще пока ничего не молодеет. То есть тут сложно сказать, так, чем внешне посмотреть. То есть это пока ни о чем не говорить. Это нужно было загонять в комбайн, ставить висы. Еще в 13-м году мы считали, что общие затраты иностранных компаний на территории Сельской Федерации на продвижение, то есть у нас такие мероприятия, и все остальные, где-то полмиллиарда рублей. А наши, в какой-то момент, на 5-м году, не больше 12. Совершенно не сопоставимые. День поля – это не только праздник, на котором собираются самые крупные, самые востребованные аграрии, не только в области, но и в других регионах нашей страны. Здесь также проходит выставка суперсовременной техники, которая способна убирать урожай врачащиеся. При этом человек, который находится в двух современных машин, совершенно не устанет. Пойдемте, пожалуйста. Устроим гонки сейчас на комбайнах, давайте. У нас есть уникальная возможность, мы сейчас находимся в кабине современного комбайна. Вот такой вот красавец способен убирать до 30 гектаров поля в день. То есть человек здесь, в принципе, очень, кстати, удобно сидит. Здесь современные сидения, можно вот так облокотиться. Здесь есть навигация. Что, собственно, здесь находится? Здесь есть очень удобная такая, я так понимаю, это что-то вроде джойстика игрового, но это для того, чтобы, собственно, программировать дальнейший путь комбайна в поле. Здесь есть специальный дисплей, на котором задается маршрут для комбайна. Это рация, ребята. И даже музыка. Так что можно ехать за рулем комбайна, убирать рожь и слушать Григория Лепса. Работа мечты. Друзья мои, это работа мечты. Я ухожу в комбайнеры. Честно вам признаюсь, в своей жизни я видела немало ческохозяйственной техники, но такое я вижу в первый раз. Это просто нереально огромная какая-то бензопила. Смотрите. Респективы, прежде всего, заключаются в том, что Тамбовская область производит недостаточное количество молочной продукции, и основные направления развития желудноводства будут делать как акценты, как мероприятия на развитии молочного желудноводства. Одновременно с развитием молочного желудноводства будет развиваться кормовая база. Эксперимент в области селекции можно увидеть не только своими глазами, но и попробовать. Давайте тоже оценим качество урожая в этом году. Алло. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok